и снова я рад приветствовать вас друзья на своем канале сегодня в ролике я покажу что такое солнечные электростанции без аккумуляторов вообще возможно ли электростанции без аккумуляторов ну казалось бы изъезженные темы уже много-много раз обсуждали и даже на моем канале года два тому назад а на инверторе силы vi 3000 и маш я показывал пример солнечной электростанции без аккумулятора но однако вопросы периодически возникают в комментариях и я решил снять для вас этот ролик я понимаю профессионалам данный ролик не будет интересен а ну если только немножко я в ролике покажу теплицы свои хозяйства жизнь в деревне чуть-чуть буквально краешком коснемся этого вопроса ну а так в основном сегодня будет солнечная электростанция без аккумуляторов для новичков в альтернативной энергетике так что новички ребят кто только-только делает первые шаги я думаю вам будет интересно что-то новое вы подчеркнете в этом ролике все поехали да кстати не лишним будет представиться ведь кто-то первый раз зайдет на мой канал исключительно по этому ролику с youtube и так меня зовут дмитрий федоров и живу я в глухой лесной деревне тверской области у меня своя собственная солнечная электростанция это естественно занимаюсь я построением солнечных электростанций профессионально уже около пяти лет в общем-то на моем канале в youtube я много про это рассказываю можно найти информацию про самые простые солнечные электростанции 12 вольт потом 24 вольта потом система 48 вольт в общем огромное количество информации все можно посмотреть найти и наверное любой ваш вопрос будет освещен скорее всего в моих роликах друзья я понимаю что порой нету времени просматривать кучу роликов и искать много информации поэтому я даю персональные платные консультации тем кто хочет построить солнечные электростанции в этой консультации я объясню все очень-очень подробно так что вопросов не останется кому интересно вот моя электронная почта пишите оставляйте ваши контакты желательно телеграм ну или ватсап я с вами обязательно свяжусь и мы все обсудим итак ребята сейчас мы с вами посмотрим могут ли работать данные инвертора без аккумуляторов я сразу оговорюсь когда инвертора находится в паре я сейчас это просто специально выключил когда они находятся в паре запараллелины инвертора то они без аккумуляторов работать не могут если у вас и не инвертора инвертора в параллель то работать они без аккумуляторов не могут то есть у нас вот аккумулятор сейчас подключен и так я сейчас отключу аккумуляторы но для этого надо включить городскую сеть я его выключил за ненадобностью потому что ну вот от солнышка у меня заходит 2 киловатта 400 на ваших глазах да и потребление меня в доме 517 ватт просто отключился и да и все я даже не знаю есть она или нету давайте посмотрим сейчас да вот есть городская сейчас она включится мы увидим инвертор перейдет в работу непосредственно совместно с городской сетью то есть будет работать скорее всего режима подмешивания сейчас мы все увидим и я попробую прямо на рабочем инверторе отключить аккумулятор посмотрим что из этого получится это городская сеть включена идет режим подмешивания то есть вот от города мы берем вот 22 ватта 24 ватта 2 аватта вот это общее потребление выработка от солнышка идет 2 киловатта 247 ватт сейчас побольше специально сделаю увеличу нагрузку киловатт 900 сделал нагрузку смотрите значит общее потребление киловатт 900 от города берем 2 ватта вот так вот да бывает соответственно 2 киловатт у нас от солнышка вот сейчас я попробую отключить аккумулятор посмотрим что произойдет вот вот стоит таком я сразу повторюсь делать вам так не надо отключаем аккумулятор аккумулятор отключил показывать аккумулятора нету показывает ошибку да вот что аккумулятора нету вот обратите внимание показ нету аккумулятора значок горит что нет аккумулятора но выработка от солнца идет 2 киловатта и нагрузка в доме смотрите видите работает режим подмешивания то есть инвертор без аккумулятора вот они аккумулятор разомкнут все аккумулятор разомкнут инвектор работает без аккумулятор кстати второй вот он показывает городская сеть подключился он увидел городскую сеть но пока что же аккумулятора нету но он у меня выключен инвертор сам выключен я выключил специально вот смотрите из города мы берем еще раз обращаем внимание 15 ватт общее потребление в доме киловатт 950 949 на ваши глаза вот такой друзья эксперимент специально для вас поэтому многие спрашивают а можно ли без аккумуляторов можно но нужно смотреть какие инвертора об этом я подробнее вам в этом видео конечно расскажу какие инвертора могут работать без аккумуляторов какие не могут без аккумуляторов так делать как я сейчас делал ни в коем случае нельзя то есть это вы будете делать только на свой страх и риск я думаю что здесь понятно вот значит далеко не все инвертора могут работать без аккумуляторов так могут работать инвертора ну я покажу на примере компании технолайн кстати одна из самых крупных и лучших компаний в по солнечному оборудованию компания технологии кстати вот кто кто мой старый давний подписчик знает что все мои оборудование оборудование для своих клиентов кому и строю солнечные электростанции я покупаю исключительно в этой компании не рекламу хотя в рекламу как хотите без разницы вот так что вот такая информация я покажу в ролике какие инвертора могут работать без аккумуляторов после этого ролика вы конечно же поймете да какие могут а какие не могут так будет проще нежели я сейчас здесь буду показывать вам дисплей своего инвертора рассказывать про те инвертора которые соответственно могут работать без аккумуляторов лучше это уже покажу на картинках так что вот смотрите все продолжает работать вот от города 100 берем ватт вот потребление в доме увеличился эти два чем-то киловатт и вот два стой здесь чуть-чуть мы добираем из города вот таким образом то есть можно запросто приобрести инвертор аккумуляторы уже приобрести потом когда ну будет на то либо финансы либо необходимость а пока можно например купить солнечные панели купить инвертор с возможностью работы без аккумуляторов если желтые модельки инвертора серии провод как у меня это с возможностью и продаж излишков сеть то есть вы можете купить инвертор купить солнечные панели заключить договор с бытовой вашей компании и продавать уже излишки. Итак, ребят, предлагаю немножко отвлечься и пройтись по моему хозяйству. Итак, мы в теплице. Это зимняя так называемая теплица. Я ее запустил в марте месяце. Она отапливалась от твердотопленного котла. И вот такой результат. Сейчас тут уже вовсю красные помидоры, большая капуста. Ну, в общем, все на ваших глазах. Это зимняя теплица. Огурцы уже едим давно. То есть вот, пожалуйста, мы их даже просто не успеваем съедать, а солить еще рано. А это солнечные панельки мои. А это уже обычная летняя теплица. Вот здесь такие помидоры уже гроздьями висят. В общем, это все трудами моей супруги. Так что в деревне мы не просто сидим солнечные панели, крутим туда-сюда, но и занимаемся немножко растишками. Так что питание по растениям вообще полностью себя обеспечиваем. То есть всеми огурцами, помидорами. Ну, в общем, всем. В магазин за этим вообще никогда не обращаемся. Здесь, кстати, растут арбузы. У нас каждый год арбузы. Рекорд 10 килограмм 800 грамм. Ну, а это мы заходим в теплицу, где растет виноград. Да, ребята, Тверская область. Виноград. Может быть, в этом году даже буду делать свое вино. Потому что в том году очень много было винограда у нас. Мы делали изюм. Ну, вообще, огромное количество компотов там назакручивал я. У меня автоклав такой мощный, здоровый, в общем. В общем, все вот таким вот образом. Это опять же такие трудами моей супруги. Ну, клубника, само собой, земляника и так далее. Ну, куда же без картошки? Картошка тоже есть. Вот на ваших глазах мое картофельное поле. Там с краю капуста. Сто кочанов посажено. Вот. Так что тут запасы такие будут хорошие на зиму и по картофелю, и по капусте. Ну, это естественно. Тут этот лук, морковь, свекла. Все это естественно есть. Это кукуруза, кстати. Вот второй год мы сажаем. В общем, нравится. Это кабачки уже. Ну, и вот там вот вы видите домики. Это пчелы. Вот они мои пчелки. Я уже тут обнаглел. Близко подошел к улью. Я боюсь, сейчас они мне, наверное, могут навалять. Это точно. Ну, что не сделаешь ради красивого кадра. Ну, и вот это мой пруд. Здесь я уже какой год пытаюсь запустить карпа, но все что-то руки не доходят до карпов. В общем, вот такое мое хозяйство. Так, ребят, вот я вам еще что хочу показать. Значит, смотрите, 8 часов вечера у нас, 22 число, и вот панельки, да? И вот смотрите, вон там солнце. Вот я сейчас вот эти панели переверну туда, на ту сторону крыши, и посмотрим, как изменится выработка. А, ну да, сейчас еще инвертор вам покажу. Сейчас, секунду. Так, вот мои инвертора. Так, сейчас я посветлее маленько сделаю. Секундочку. Вот, таким образом получше будет. Итак, вот это как раз основной массив, который я сейчас вам показывал. Это что на крыше? На крыше повернут на солнце сейчас. Там тоже поворотное устройство. 410 ватт от солнышка заходит. А здесь всего лишь 80, видите? С основного массива всего лишь 80 ватт. Сейчас я его поверну, и мы посмотрим, какая будет выработка. Ребят, вот смотрите, вот так повернул сейчас панельки. Все, сейчас пойду посмотрю, что на инверторе. Так, ребят, и вот 612 ватт. Ну как вам, да? 80 и 612. Вот что значит поворот панелей. Вот таким вот образом. Друзья, ну а теперь давайте, однако, я покажу все-таки же инвертора, которые могут работать без аккумуляторов. Вот, но сразу здесь я хочу вас предупредить. Смотрите, как мы подключаем инвертора, которые работают без аккумуляторов. Мы сперва подключаем городскую сеть, потом подключаем солнечные панели. А так вообще обычно способ подключения любого гибридного инвертора начинается с аккумуляторов, да? То есть мы сперва подключаем аккумуляторы, потом подключаем городскую сеть, подключаем солнечные панели. В нашем случае, когда без аккумуляторов, то, соответственно, городская сеть, потом солнечные панели. Не путайтесь, не забывайте. Так, и заодно предостережение и предупреждение. Вы видели, да, как я вот отключил аккумулятор прямо на работающем инверторе. Так не нужно делать, особенно на тех инверторах, которые не предназначены для работы без аккумуляторов. Не коем случае вот запомните вот этот момент и обратите на это внимание и так все давайте посмотрим на сайт компании технолайн здесь проще всего все показать и объяснить поехали и так ребят все заходим на сайт здесь на сайте соответственно выбираем инверторы гибридные инверторы к слову сказать сейчас действует рассрочка классная штука на самом деле цена инвертор остается прежней вообще любого вру оборудование лишь можно платить течение полугода без каких-либо наценок так фильтры товаров фильтры видите и сразу же работа без аккумулятора вот она стоит все ставим галочку да и все и смотрим инвертора какие есть инвертора вот здесь сейчас будут представлены все инвертора которые работают без аккумуляторов первые эта система 24 вольта самый первый инвертор силы и 3000 маш у меня даже на канале есть обзор этого инвертора и работа без аккумуляторов следующая сила четвертого поколения 3600 маш классный инвертор новый потом идет сила про 3600 маш это желтенький как у меня два инвертор у меня стоит это вот как раз он но это уже 48 вольт следующий пошли в я 5000 маш на ваших глазах тоже без аккумулятора очень 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 хороший инвертор сафар гибридный инвертор сафара от 6 киловатт ничек вот тоже естественно без аккумуляторов может и так далее и вот еще обратите внимание на инвертор сила макс 7200 маш один из лучших вообще инверторов замечательный инвертор он долгое время работала моей солнечной электростанции 8 месяцев у меня работал и потом я взял себе два желтых инвертора в плане может быть еще и третий но это посмотрим для того чтобы реализовать возможность продажи в сеть а у 7200 нету возможности продавать в сеть так что 7200 сейчас я продаю кому интересно с удовольствием могу вам отправить продать и отправить транспортной компании стоит он 107 тысяч сейчас на сайте производить я готов отдать его за 78 тысяч рублей кому интересно пишите ребят кто-то из вас спрашивал ну вот ты живешь деревне а чем можно заниматься в деревне так кроме того что солнечные панели крутить туда-сюда так вот одно из направлении это пожалуйста пчеловодство вот на ваших глазах я режу рамку со свежим майским медом вот таким вот образом друзья так что в деревне дел полно и если есть желание то конечно вы всегда найдете ну какое-нибудь занятие по душе ну а мне позвольте на этой такой вкусной сладкой медовой ноте однако закончить свой ролик я надеюсь все таки для кого-то он был полезен для ребят которые делают первые шаги и возможно даже не знали о такой возможности что можно построить солнечную электростанцию без аккумуляторов сперва купить солнечные панельки инвертор и уже экономить значительные суммы на счетах потому что инвертор будет работать в режиме подмешивания и подмешивать энергию солнца к энергии городской сети как я много раз показывал своих роликах а потом уже по возможности докупить аккумуляторы вот таким вот образом и так ребят все пора заканчивать этот ролик я и так его затянул 15 минут уже 16 минут времени вашего драгоценного потратил хочу пожелать им как как всегда конечно же крепкого здоровья самое главное будьте здоровы и пусть у вас все будет хорошо мир и благополучия счастья любви вам вашим родным и близким заглядывайте иногда на мой канал все будьте здоровы пока в следующем году